Всем привет! В студии Роман Даров. Это новости на Универ ТВ. Мы готовы рассказать вам самые актуальные и интересные новости в этом выпуске. В японском городе Канадзава составилось стартовое заседание симпозиума по межуниверситетскому проекту обменов Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, в котором принимает участие Казанский федеральный университет. Симпозиум проходит на базе Университета Канадзавы 17 по 20 января. КФУ представляет ректор Ильич Атгафоров, проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и ученые напрямую занятые в двусторонних проектах. Программа правительства Японии подразумевает налаживание сотрудничества российских вузов с Канадзавским университетом и Центром Рикен. А в случае КФУ значительное расширение такого взаимодействия, ведь крепкие партнерские отношения с японскими коллегами у Казанского университета сложились еще 30 лет назад. Экс-глава правительства Японии Ясиро Мори отметил, что многолетний опыт старейших российских вузов, умножаясь на новые технологии и современные подходы, практикуемые в японской науке, помогут становлению проектов в совместные проекты КФУ и двух ведущих японских научных центров, ориентированные на глобальную перспективу. Уже реализуются двусторонние исследовательские программы в медицине, биологии, химии и физике при поддержке правительств двух стран и других стран-партнеров. А теперь к остальным новостям. Казанский федеральный университет посетили представители посольств Японии и Германии. Им презентовали структуру и деятельность вуза. Чем уж закончатся встречи и какое сотрудничество вызвало у гостей интерес, узнаете в сюжете Артема Тупичкина. 18 января Казанский федеральный университет посетил директор Японского фонда Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Масакадзу Токахаси. Также он является советником посольства Японии. Гостя встретил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Сначала состоялась экскурсия по музее истории университета. После для него прошла презентация вуза. На ней гостю рассказали про количество студентов, преподавателей новейшие методы работы в КФУ. Также гость узнал об истории и достижениях Казанского университета, стратегии его развития и приоритетах в научной деятельности. Встреча может стать началом для нового сотрудничества. Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ может получить дополнительные возможности благодаря библиотеке иностранной литературы. Во второй половине дня Казанский федеральный университет поработал с немецким посольством. В вуз прибыл начальник департамента экономики и науки посольства Германии в Москве господин Томас Граф. Его также ознакомили со структурой, достижениями и деятельностью вуза. Особый интерес у него вызвало сотрудничество с университетами Германии. Как тоже динамично развивается ваше сотрудничество с немецкими университетами. И лично я очень рад видеть, что тоже мой университет, Мюнцинский университет в вашем списке. Начальник департамента экономики и науки посольства Германии господин Томас Граф заявил, что такое сотрудничество необходимо. При этом не только между университетами, но и между странами. В сфере науки, в сфере культуры, тоже на человеческом уровне наши отношения стабильные и развиваются. Это хороший знак и это тоже хороший, важный фундамент для урегулирования политических проблем, которые, к сожалению, существуют. Во время визита проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов предложил гостю нанести повторный визит для более подробного ознакомления с КФУ и его научно-образовательными центрами. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Роман Самарин, Универ Ньюс. Глубые вспышки в небе и легкие толчки. Теорий было действительно много. Редакция Универ Ньюс следила за темой необычных небесных явлений. И вот новые события расскажет Олег Кашин. Январь 2018 года войдет в астрономическую историю. Уже второй раз за месяц зафиксируя нападение метеороидов. Метеороиды — это целый класс небесных объектов, к которым относят метеориты, астероиды и даже болиды. Вообще метеороид — это подразумевает большой класс объектов. Сейчас как раз вот к этой классификации в мире, ну, хотят все-таки разобраться, потому что к метеороидам относят все. И метеоры, и метеориты, и болиды, и астероиды — все называется единым как бы термином метеороиды. 16 января в американском штате Мичиган вблизи города Детройта было зафиксировано падение метеорита. Об этом заявила пресс-служба Национальной метеорологической службы Соединенных Штатов Америки. Ранее 7 января с подобным явлением столкнулись и жители Республики Татарстан. Редакция «Универ Ньюз» уже сообщала об этом событии в одном из своих выпусков. Загадочную голубую вспышку тогда могли наблюдать жители Нижнекамска, набережных Челнов, Елабуги и других городов и сел. Около Детройта этот метеорит, он упал на землю. Я думаю, что в итоге его остатки будут найдены. Можно сказать, он тогда будет из чего они состояли, то есть вещественный состав. Можно сопоставить его, разумеется, с тем явлением, которое было зафиксировано около набережных Челнов. И тогда я хочу сказать следующее, что опять-таки, видите, он классический падокол Детройта, то есть достаточный промежуток времени светился, сам метеорит пока входил в плотные слои атмосферы, потом опять произошла такая взрывная волна небольшая, и он упал на землю, вызвав небольшой землетрясение. Скорее всего, на нашу планету упало гораздо больше метеоритов, чем мы знаем. Шанс падения одного метеорита на наземный участок планеты очень мал, а в январе мы наблюдали сразу два таких случая. Эксперты предполагают, что большая часть метеоритов упала в водную гладь, ведь суша нашей планеты составляет всего 20% от всей площади. Но следов падения других небесных тел пока найдено не было. Олег Кашин, Универньюз. В общественном создании существует множество точек зрения о том, что такое антибиотики. Когда и как их применять? По одним утверждениям, антибиотики — это вредная химия, по другим — помощь. Предположение о том, что истина лежит где-то посередине и между крайними точками зрения, вполне разумно. Более подробно об эффектах и создании этих лекарств расскажет Аделя Шамилова. Научно-образовательный центр фармацевтики Казанского федерального не первый год синтезирует потенциальные антибиотики. Каждый из разработок требует тестирования антибактериальной активности и выяснения, насколько безопасно использовать их в составе клеток, а именно клеточных биопленок. Большинство антибиотиков, которые используются на сегодняшний день, довольно активны против легкодоступных бактерий. Но проникнуть антибиотику под защитный слой биопленки по-прежнему проблематично. Пообщавшись с одним из ученых Казанского университета, нам удалось выяснить, как представители научно-образовательного центра фармацевтики предлагают решить данную проблему. Старший научный сотрудник рассказал нам, зачем ученые синтезируют отдельный класс антибиотиков и о каких результатах уже можно смело рассказывать, но не обошлось и без трудностей. А вот те соединения из того класса, который синтезируется в нос фармацевтике, они как раз показали свою активность в отношении клеток в составе биопленки. Поэтому нам как раз с ними интересно работать. Единственный недостаток пока – это их достаточно высокая токсичность, и это ограничивает прямое использование в медицине или ветеринаре. Стоит принять к сведению, что количество существующих классов антибиотиков довольно большое, и каждый класс уникален по целому ряду причин. Существует достаточно большое количество классов антибиотиков, и способность их проникать в пленку, в биопленку бактерии определяется несколькими факторами. Во-первых, это размер антибиотика, а во-вторых, химическая структура, химическая природа, заряд, гидрофобность. И если они связываются с компонентами биопленки, следовательно, они не могут проникнуть внутрь. Работы с новыми видами антибиотиков и биопленками, пожалуй, ведущие сферы деятельности лаборатории. Ученые убеждены, что наилучший вариант действия новых препаратов – это не что иное, как разрушение биопленки. Планируется, что новые лекарства будут иметь куда более меньшую токсичность. Не остался в стороне от проекта и химический институт имени Бутлерова Казанского федерального. Наши химики регулярно поставляют медикам новые потенциальные антибиотики и биоциды. Некоторые, в принципе, представляют достаточно большой интерес и должны проводиться дальнейшие доклинические исследования. Также с другими коллегами, также с химическим институтом мы сейчас начинаем работать с группой соединений, которые способны усиливать действия известных антибиотиков. Ученые планируют не только уменьшить токсичность новых антибиотиков, но и хорошенько доработать уже известные. Так что, как только им удастся успешно синтезировать несколько веществ, эффективность разрешенных препаратов повысится аж в несколько раз. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Это были новости на Универ ТВ. Всем до скорой встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok